Вы на моем канале, а значит вам интересно все то, что связано с переездом в Испанию Сегодня говорим с вами на одну из очень важных тем Где найти работу, если у вас нет документов и знания испанского языка Да, это непростая задача, но не берусь никого осуждать У всех разная жизненная ситуация, у всех разный багаж знаний, в том числе материальных ресурсов И некоторые люди решаются на переезд в другую страну без базовых составляющих Это без документов и без знания языка Даже если у вас крайне противоположный случай и все в этом деле благоприятно Будьте готовы к тому, что на адаптацию в новой стране у вас уйдет от 3 до 5 лет Например, в моем случае, даже при наличии карточки резидента, которая у меня была на руках с первого дня эмиграции И прекрасного владения испанским языком на то, чтобы вылезть из череды неприятностей, материальных проблем У меня ушло 5 лет, представьте себе Я дам вам несколько советов, или, как сейчас модно это называть, несколько хэштегов Где найти работу, вот в ваших заданных условиях Первый хэштег, который я вам хочу дать Если мы говорим с вами о языке, не стоит искать какого-то непонятного репетитора Который будет обучать вас испанскому языку со своим самарским или рязанским акцентом Лучше усилить знание английского языка Я думаю, что он у вас и есть Так как в школе мы изучаем, куда бедно английский язык 5 лет Испания это туристическая страна, вы это знаете Следующий хэштег, который я хочу вам дать Это ищите работу в туристических зонах Не в крупных корпорациях и фирмах А в частных предприятиях Где хозяин или два принимают решения о трудоустройстве лично Не проходя через двух- или трехступенчатую систему отбора персонала Через собеседование с одним менеджером по персоналу С другим менеджером по персоналу Старайтесь присмотреться к туристическим зонам и найти такие частные компании Их очень много Заранее подготовьте свое резюме Естественно, вас никто официально не трудоустроит Имейте это в виду, потому что в Испании за нелегальное трудоустройство нелегала Грозит большой штраф Речь идет о 10 тысячах евро Никто рисковать этими деньгами не будет Какой бы вы хороший специалист не были Значит, вам стоит подготовить резюме следующим образом Если вы в ресторации немножечко соображаете Если вы имели даже во времена студенчества Какой-то год подработки официантом Пожалуйста, измените свое резюме Даже если вы сейчас инженер Либо программист На ресторационный лад Если можно так выразиться То есть перечислите свои навыки Ни в коем случае не мешайте Ваше резюме Ваш запрос быть официантом Либо помощником по кухне С вашими знаниями и навыками в архитектуре К примеру Вас никто серьезно не воспримет Войдите в сообщество фейсбука Сначала пассивным читателям Читайте посты Принимайте участие в комментариях Упаси вас бог писать объявления наподобие Через месяц приезжаю к вам в Бенедорм В Аликанты На Тенерифе Я медсестра с 10-летним стажем Сейчас врач-косметолог Могу делать ботокс Здесь достаточно своих специалистов Которые уже прошли три круга ада Получили документы Платят налоги И вряд ли кто-то вас поддержит Даже из числа их клиентов Потому что вы человек новый Вы человек Здесь никому неизвестный И непроверенный временем Поэтому Вы пожалуйста войдите в фейсбук Спокойно Если у вас есть какие-то вопросы Либо предложения Напишите их Безмосковская Или Санкт-Петербургская Спейс С тем иммигранты Мы здесь проходим перезагрузку Если вы работали в администрации Секретарем какого-то экономического отдела Либо старшим специалистом Налогового департамента Здесь поверьте мне Это не будет значить абсолютно ничего Вам придется все начинать с нуля Будьте к этому готовы пройти снова Сталинград Если мы продолжим с вами тему вашего резюме Которое естественно нужно будет перевести На испанский и на английский язык Я вам посоветую сделать его компактным Ни на каких, ни на двух, на трех листах Сделайте к тому же еще визитные карточки Но только лишь с вашими контактами И какими-то базовыми вещами о вас И обязательно цену Обязательно ваши контакты Но только минимум информации И пожалуйста не мешайте массажистку с официанткой Еще один хэштег, который я вам хочу дать И который вызовет безусловно у некоторых Какое-то или негодование Или может быть интерес Огресс или возмущение Здесь в Испании до сих пор некоторые вещи Находятся в каком-то состоянии прошлого века Что ли Здесь очень часто я вижу, что люди вешают на столбах Либо на телефонных кабинах свои объявления Знаете, с такими листочками, которые можно оторвать И эти листочки всегда я нахожу почти что в полуразобранном виде Эти объявления пользуются успехом у пожилых лиц У лиц третьего возраста, как говорится в Испании То есть если вы предлагаете услуги, сиделки То это ваша целевая аудитория Подготовьте такие объявления на испанском, на английском языке Если вы, например, хотите найти работу в туристической зоне Такой как Пуэрто-Рико на Гран-Канаре Здесь иностранцы так или иначе владеют английским языком Поэтому это им будет интересно Население в Европе стареет стремительно Поэтому это объявление может иметь успех Следующий хэштег, который я вам хочу дать Это соглашайтесь на любую работу В Испании на первых порах нет места с Песи Даже если вам будут платить какие-то копейки Для вас первая работа – это шанс познать мир работодателя Познать мир испанской фирмы изнутри Таким образом вы заведете знакомство на рабочем месте Вы улучшите навыки владения языком У вас будет уже строчка, где будет указана Фирма такая-то и ваши навыки Никто вас не будет принуждать указывать, что вы работали посудомойкой Нет, это будет называться помощник на кухне Уже давно подмечено, что если вы работаете Вам проще найти другую работу Потому что вы на собеседованиях производите впечатление Уравновешенного, спокойного человека У вас от решения человека, сидящего напротив, не уходит земля из-под ног Даже если он вам отказал, следующее собеседование – это уже будет опыт, прибавленный в вашу копилку Хочу употребить это слово – не гнушайтесь, не отказывайтесь делать что-то за бесплатно На первых порах, когда никто вас не знает, когда вы залетная новая птичка То есть вы должны показать, что вы чего-то стоите Если вы сделаете что-то хорошо бесплатно, следующий ваш шаг – это вы можете просить за это деньги Потому что всем уже будет понятно, что вы чего-то стоите Здесь я говорю, например, о работе садовника Если вы видите какой-то большой неухоженный сад, постучитесь Предложите вашу работу первый день бесплатно, чтобы хозяин оценил, как вы можете красиво стричь кусты Если вы, к примеру, массажист, предложите первый массаж вашим клиентам бесплатно Пожалуйста, будьте гибкими От вашей гибкости будет зависеть то, приживетесь вы на новом месте или нет Следующий хэштег, связанный с туристическими испанскими зонами – это то, что здесь очень часто испанские рестораны, бары, кафе прибегают к услугам так называемых public relations Наверняка, если вы были в отпуске в Испании, вы видели этих навязчивых или менее навязчивых людей, стоящих напротив входа в рестораны и раздающих флайеры Вас никто не обязывает, не принуждает быть таким же приставучим или липким, как муха Ваш стиль вы можете выбрать сами В этом случае рестораны, бары прибегают к услугам так называемых fabric relations по нескольким причинам Потому что это работник с почасовой оплатой И работодателю, как правило, не очень интересно ставить на социальный учет этого работника Потому что будет он платить больше социальных платежей в фонд, чем вам зарплату Поэтому ищите работу по раздаче флайеров в этих туристических зонах, в околопляжных ресторанах На променадах, где сосредоточено наибольшее количество мест общепита в туристических зонах В них ценятся больше не какие-то сертификаты, документы о квалификации, а знания языков Особенно если речь идет о работе с людьми, о привлечении клиентов Поэтому обратите внимание на тот хэштег, который я вам назвала Что если вы хотя бы чуть-чуть знаете английский язык, не стоит начинать в опыхах учить испанский Лучше усильте знание вашего английского языка Ребята, следующий хэштег Встаньте напротив зеркала, присмотритесь к себе критически и ответьте себе на вопрос Вы бы приняли себя на работу Если вы думаете, что Испания это свободная страна Здесь не важно, кто как выглядит Могу сделать пирсинг, могу проколоть язык, могу нарисовать Ильича на груди Вы ошибаетесь Особенно в ресторации, особенно в отельном бизнесе Здесь очень важна внешность работника Так как речь идет о прямом контакте с клиентом Плюс еще раз хочу повторить вам о важности одежды, в которой вы ищете работу Если вы хотите найти работу сиделкой Человеком, который готовит либо дома, либо помощницей повара на кухне в каком-нибудь ресторане Имейте в виду, у вас не должно быть пластиковых длинных ногтей Если вы опять же думаете, что это Европа, это Испания Здесь можно одеваться как я хочу, здесь можно выглядеть как я хочу Не обращайте внимания на людей с ирокезами, на вонючих непобритых феминисток Не обращайте внимания, простите на эту свору безработных и неуспешных людей в жизни И мой последний хэштег Ребята, поскольку даже Москва не сразу строилась Имейте в виду, что нельзя ни в коем случае сжигать мосты дома Не надо говорить всем, что я уезжаю в Испанию, пошли все нафиг Не надо устраивать вашему начальнику запоминающееся прощание с оскорблениями Типа, ты козел, все это время мне не доплачивал, а сейчас я уезжаю в Испанию, завидуй молча Жизнь может вас развернуть так, что вы будете вынуждены вернуться и просить у вашего же начальника рекомендательное письмо Вам нужно будет вернуться, чтобы запросить какую-то справку, документ, сертификат Может возникнуть такая ситуация, когда вы выехать не сможете и вы будете просить ваших друзей Или ваших знакомых, или ваших родственников Поэтому очень важно красиво и порядочно закрыть дверь Хочу подытожить свое видео, надеюсь информация вам показалась полезной Надеюсь вы воспользуетесь моими хэштегами для того, чтобы найти работу в Испании без документов языка Я желаю вам огромной удачи, подпишитесь на мой канал, чтобы узнать о вашей новой стране больше